Тумсо, почему ты достойно не отвечаешь тем, кто реально тебя разоблачает? А таким чайникам, как Чингис, ЧГТРК отвечаешь, хотя их разоблачениям и так никто здравый не поверит. Тумсо, я армянин, согласись, если бы чеченцы были бы христианами, то войны и распри между вами с русскими не было бы. Ты скажи это грузинам. Саламу алейкум, я смотрел последний комментарий Руслана Кутаева на разговор Путина и Сакурова. Да, я видел его комментарии, он и раньше высказывал подобное этому мнение. И, конечно, мне это мнение не близко, я не поддерживаю это мнение. Сдается мне, что Руслан Кутаев таким образом пытается их же политику, российскую политику противопоставить против них самих. Я не воспринимаю Руслана Кутаева как сторонника России, как предателя чеченского народа абсолютно. И то, что он говорит, я понимаю, что это как бы режет слух, и многие, наверное, уже поспешили его приписать к тому лагерю. Но мне кажется, я по крайней мере сохраняю такое неплохое мнение о Руслане Кутаеве. Мне кажется, вот эти вот высказывания его, они несут не тот смысл, что мы там россияне, а он скорее их троллит, как мне кажется. Я надеюсь на это, и если мы будем говорить серьезно об этом мнении, то, конечно же, я его не разделяю. Чечня, Чечень, это не Россия, и мы не хотим быть Россией, и мы 400 лет боремся за то, чтобы не быть Россией. И Руслан Кутаев, это тоже человек этих же убеждений, насколько я его знаю. Он тоже сторонник этой же идеи, он был соратником Масхадова. Поэтому я воспринимаю его эти слова как некий троллинг. Типа, вот вы все это время, вы хотели сделать нас гражданами, но вот теперь давитесь нами, мы теперь вот хотим быть президентами в вашей стране. Нет, я это вот так воспринимаю. Говорят, что спор Путина с Сокуровым был спектакль. Ваалейкум ассалам. Не исключено. Не исключено. Ну как спектакль? Один в этом спектакле как минимум не знал о том, что он участвует в спектакле. Даже если мы предположим, что это был спектакль, то я не думаю, что оба в этом спектакле играли какую-то роль. Одного в любом случае использовали, я думаю, и он был искренен в своем этом спиче. Но так, конечно, не исключено. Вообще на таких встречах темы, вопросы, они обычно согласовываются. Но это не исключает того, что кто-то может пойти не по сценарию, задавать какие-то вопросы. Как мы помним, это было с солистом группы ДДТ. Шевчук, кажется его фамилией, если я не ошибаюсь. Михаил Шевчук, по-моему. Помните, он задал вопрос Путину, он сказал, вот перед встречей с вами мне звонили люди, говорили из администрации, сказали, что звонили из администрации президента и сказали, не задавать вам неудобных вопросов. На что Путин ответил, а Юра, его зовут Юрий, Юрий Шевчук, по-моему. Он сказал, как вас зовут? Спасибо. Юра, говорит, меня зовут. Юра, Юра, это провокация, сказал Путин. Поэтому такие моменты бывают. Исключать, что это был не спектакль, мы не можем. Но исключать, что это был спектакль, мы тоже не можем. Поэтому возможно. Он единственный из Кавказа, кто ввел переговоры в Москве против ввода войск в Чараи. Затем, как мы знаем, никто не собирался вести переговоры, и он оставил свою должность и ушел из политики. Министр юстиции. Мне, честно говоря, неизвестна эта история. Если это так, как ты говоришь, то это достойно. В том числе, почему ты достойно не отвечаешь тем, кто реально тебя разоблачает? А таким чайникам, как Чингиз, ЧГТРК отвечаешь. Хотя их разоблачением и так никто здравый не поверит. Ну, ты, конечно, я думаю, сильно преувеличил, преувеличил, сказав, что меня реально кто-то разоблачает. Я пока еще не видел. Во-первых, нет у меня ничего того, за что меня можно было бы разоблачить. Хвала, хвала. Я подозреваю, что ты имеешь в виду каких-то людей с двумя с половинами, допустим, людей, у которых два с половиной человека аудитория, и они что-то там про меня говорят, лгут, как правило. Лгут на меня, и почему я им не отвечаю? Потому что я не считаю нужным ему отвечать. А почему я обращаю внимание на ЧГТРК, грязный, на различных кадыровских пропагандистов или их политиков? Потому что это изначально мои враги. С врагами ведут диспуты, им отвечают, их унижают, их опровергают. С ними надо так работать. А вот те люди, о которых ты говоришь, друзьями они однозначно не являются, но и до врагов они тоже не дотягивают. Я просто в упор их не вижу. Поэтому не считаю нужным им отвечать. Томсо, зная коллективное сознание своего народа, можешь сказать, в каких случаях нечеченцы могут выдать чеченку, или это неприемлемо никак. Почему это встречается у нас? Такое бывает. Бывают такие моменты, когда, допустим, два близких друга, чеченец и кабардинец-чеченец, аварец-чеченец-доргинец, они близко дружат, у них родственные отношения, и, например, этот брат просит в руки дочери своего друга для своего сына. То есть он хочет женить своего сына на дочери этого своего друга чеченца. И в такой ситуации, например, этот чеченец, конечно, ему не откажет, он выдаст за него. Много есть таких примеров, когда просто приезжали, допустим, уважаемые люди из наших соседних народов, просили руки, и, конечно, не отказывали. Таких, как правило, такие браки, они имеются в каждом народе, но они в меньшинстве, в большинстве своем люди пытаются, конечно, выдавать за своих исключительно. Нормальные люди это делают исключительно из каких-то практических соображений. Есть, конечно, и представители различных националистических взглядов, они, конечно, будут это делать из своих убеждений. Но в целом, как правило, это востороняться, это не распространено. Но имеет место быть. Я сам знаю людей, которые выдали, очень достойные люди, выдали они тоже за достойных. Но это их решение, и никто не может это осуждать. Тумсо, я армянин. Согласись, если бы чеченцы были бы христианами, то войны и распри между вами с русскими не было бы. Ты скажи это грузинам. Что за вопрос такой? Неужели ты, будучи армянином, не знаешь пример Грузии? Грузия это православная страна. В основном, большинство грузин, они православные христиане. Небольшое количество там есть мусульман, аджарцев, но в большинстве своем это христиане. И как с христианской Грузией поступила Россия, о которой ты говоришь. Или спроси об этом украинцев. Они тоже все православные. До недавнего времени вообще они все входили в одну единую церковь. Очень близкие друг к другу народы. Посмотри, что с ними сейчас происходит. Их не спасло то, что они являются христианами. Так что нет, от империалистических идей не может спасти ни религия, ни народность, ничего. Если рядом с тобой находится такой сосед, мощное государство, и это государство имеет амбиции империи, хочет стать второй Византией, продолжением Византии, то ты от этого никуда не денешься. Ни религия, ничего тебя не спасет.